МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рубрику представляет туристическое агентство «Вояж». Обратившись к опытным сотрудникам, вы получите индивидуальный подход и доброжелательный сервис. Многолетний опыт, профессионализм, качество и надежность услуг турагентства «Вояж» – это гарантия вашего отличного отдыха и незабываемых впечатлений. Таиланд – одна из самых популярных туристических стран мира. Для этого есть все условия. Азиатская экзотика пополам с почти западным уровнем безопасности и чистоты. То, что надо. Плюс отдых на море, познавательные буддийские места и еда. Популярность поддерживается либеральной системой въезда-выезда. Хоть раз в жизни, наверное, каждый желал попасть в ту сказочную страну, где жизнь становится сплошной радостью, где можно целыми днями купаться, загорать под ласковым солнцем, есть экзотические фрукты, где, в общем, можно весело и беззаботно проводить время. Таиланд – это то самое сказочное королевство, где вы сможете реализовать все свои мечты. Эта страна древнейшей культуры привлекает к себе множество туристов своей необыкновенностью, экзотичностью и, конечно, живописной природой. Большинство путешественников начинают с знакомства с Таиландом, с Бангкока. В столице вы не найдете пляжного отдыха, а позагорать удастся разве что только у бассейна на крыше отеля. Но без изучения Бангкока путешествие по Таиланду будет неполноценным. Это 7-миллионный загруженный трафиком мегаполис со сверкающими торговыми центрами и стремящимися высь с небоскребами. Но это только на первый взгляд. Если вы присмотритесь повнимательнее, то у подножия бетонных джунглей вы обнаружите маленькие старые домики и бесчисленное количество храмов. Действительно, Бангкок – город контрастов. Паттайя – самый популярный в Таиланде известный на весь мир туристический город-курорт. Расположен на побережье Сиамского залива, в 160 километрах к юго-востоку от Бангкока. Город грехов Паттайя привлекает туристов со всего мира своими гоу-гоу-барами, ночными дискотеками, шоу-трансвеститов, уличной проституцией. Но наряду с этими порочными взрослыми развлечениями в Паттайе множество развлечений для всей семьи. Спортивных водных аттракционов, пляжей, торговых центров, местных рынков, ресторанов. Рядом с городом находятся красивейший парк «Орхидей» в Ботаническом саду, крокодиловые и змеиные фермы, храмы, святые места и еще множество интересных и красивых мест. Выбрать отели и развлечения здесь можно на любой вкус и кошелек. В общем, Паттайя на все 100% оправдывает свою популярность и невозможно придумать ни одной причины против отдыха в этой мекке туризма. Пхукет – еще один из самых популярных курортов. Этот остров протяженностью 50 километров напоминает огромную зеленую гору, возвышающуюся из вод океана. Остров известен своими уединенными пляжами, живописными коралловыми рифами и бухтами, скалами и чистым морем. Вокруг находится множество небольших островов, некоторые из которых необитаемы и в то же время доступны для посещения туристами. Большая часть острова покрыта тропическими лесами, что в сочетании с водопадами, парками, кокосовыми плантациями делает Пхукет идеальным местом для отдыха и экскурсий по джунглям. Если вы ищете чистые идеальные пляжи, замечательные пейзажи для фотографий, то вам определенно сюда. Самуи – еще один остров-курорт Таиланда. Он традиционно считается самым тихим среди курортных островов и в то же время по популярности соперничает с Пхукетом. На Самуи пышная зеленая растительность и великолепные белоснежные пляжи создают образ сказочного тропического рая. Но в отличие от Пхукета, это идеалистический мир тишины, спокойствия и романтического уединения. Пляжи здесь немноголюдны и естественно украшены кокосовыми пальмами, все как на рекламных буклетах. Инфраструктура для туристов на острове довольно развита. Имеется большое количество отелей любой ценовой категории. Гости острова могут посетить гигантский аквариум, сад бабочек, сменную ферму и шоу слонов. Для активного и молодежного отдыха есть множество баров, ресторанов, ночных клубов. Проводятся дискотеки под открытым небом. Представлено множество видов спорта – дайвинг, винсерфинг, каноэ, а также теннис и волейбол. В этой стране очень легко почувствовать всю гармонию этого сказочного мира. Попав сюда, вы сразу обратите внимание, насколько дружелюбный, миролюбивый и удивительный здесь народ. Мы уже привыкли видеть кругом в основном усталые и сердитые лица. Однажды, попав в Таиланд, вы будете действительно удивлены. Здесь все вокруг улыбаются. Вот почему Таиланд называют страной тысячи улыбок. Тайские представления о том, какой должна быть правильная и полноценная жизнь, состоят из множества концепций, впитываемых этой нацией с молоком матери. Это прежде всего буддийское учение, базовыми принципами которого тайцы руководствуются повседневной жизнью, так называемой 5С. Все названия китов местного мировоззрения начинаются со звука С. Суай, Сабай, Санук, Супхап, Сукхапхап. А теперь по-русски. Суай – красота, стремление к прекрасному. Богатая лепнина, яркий декор различных архитектурных сооружений. Неприятие всего серого, бесцветного ни раз и ни два поражали путешественника, приехавших в Таиланд. Яркие изящные костюмы и украшения. Традиция встречать по одежке и составлять мнение о человеке по тому, насколько красиво, аккуратно и ухоженно он выглядит – это лишь начало длинного списка проявлений того, что значит для тайцев понятие Суай. Сабай – удобство, легкость, удовлетворение и умиротворение, а также отсутствие напряга. Нужно избегать проблем и не создавать их другим, получая удовольствие от жизни. Большинство тайцев считает, что все и все должны быть как минимум Сабай, а лучше даже Сабай-Сабай. Что-то общее проглядывается и философией цыган, которые издревле говорили – если дорогу цыганской кибитки преграждает упавшее дерево или груда камней, цыган не будет убирать препятствия, он направит кибитку на другую дорогу. Стремление к комфорту, простоте, легкости и удобству у тайцев в крови и в душе. Санук – веселье и удовольствие. Тайцы любят улыбаться, смеяться и находить в жизни веселые, забавные и светлые стороны, даже в самой удручающей ситуации. Причем смеются они и над собой, и над другими людьми, и в последнем случае абсолютно беззлобно, просто потому, что такова их природа и природа Санук. Санук – это еще и удовольствие, которое предоставляет жизнь во всем их многообразии. В караоке, комедийные фильмы, застолье с друзьями, спортивные игры, азарт от выигрыша в лотерею, плотские утехи, парк аттракционов, танцы и многое другое, что только придумано человеческой цивилизацией. Субхаб – вежливость. Именно вежливость, возведенная в ранг ритуала и культа, то, что заметно отличает тайцев от многих других наций и культур. Свидетельством тому служит тайский язык, с его многообразием форм и вспомогательных средств для выражения различных уровней вежливости и оттенков почтительности, а также и наличия различных социальных ритуалов и жестов. С человеком, ведущим себя невежливо, тайцы попросту не будут разговаривать или же даже замечать его существование. Сукхаб-хаб – здоровье. Тайцы очень много внимания уделяют непосредственно физическому воспитанию своих детей. Спортивные игры, физические упражнения в школе, поддержанию личной гигиены, душ менее двух раз в день, стыд и срам, как сказал бы тайский мой Дадыр. Казалось бы, почему столь спортивная и заботящаяся о здоровье нация до сих пор не подарила миру сотни тысяч олимпийских чемпионов или просто известных спортсменов? Все дело в том, что в погоне за сукхаб-хабом тайцы никогда не забывают о сабае, поэтому здоровье и физическое развитие важны, пока они не напрягают и не причиняют дискомфорта. Поэтому, скажем, игра в такро, так называемый ножной волейбол – это сабай, санук и сукхаб-хаб. А вот пробежки по утрам и лечебное голодание – это уже не комель-фо. Тайской философией 5С, на мой взгляд, идеально отвечает телевидение. Это мега-санук, супер-сабай, а зачастую еще и суай. Телевизор не может не нравиться тайцам, ведь сам процесс возлежания на диване и созерцания чудо-ящика как нельзя лучше вписывается в концепцию 5С. Вот только поесть нужно не забывать, а то сукхаб-хаб ухудшится. Таким образом можно нарисовать портрет идеального времяпрепровождения для тайцев. Это собраться в компанию друзей за накрытым столом и включить телевизор. Как же тайцы похожи на нас? С ноября по февраль – лучшее время для посещения Таиланда. Спешите приобрести тур в агентстве «Вояж», расположенном по адресу проспект Ленина, 39, первый этаж гостиницы «Десна». Можно позвонить 74 16 25 и 74 66 75. Одной из предсесс Таиланда была русская женщина Екатерина Десницкая. В начале 20 века сын короля Рамы V обучался в России, где и познакомился с будущей женой, которая родила принца сына. Летоисчисления в Таиланде отличны от мирового. Разница составляет 543 года. То есть в 2013 европейском году в Таиланде 2556 год. Не удивляйтесь, увидев на машине срок годности технического осмотра. В Таиланде каждый мужчина часть жизни обязан быть монахом. Сроки от одного дня до нескольких десятков лет. Монахи в Таиланде священны, к ним нельзя прикасаться. Часто можно встретить специальные места для монахов, например, в залах ожидания, в аэропортах. В Таиланде в 1955 году выпал снег. Таиланд занимает первое в мире место по количеству женщин-руководителей. В этой стране около 45% руководящих должностей занимает слабый пол. В королевстве женщина имеет право посещать ночные развлекательные заведения только с мужчиной, но никак не одна. На островах Таиланда не разрешается строить здания выше пальм. Таиланд – единственная страна в Юго-Восточной Азии, которой никогда не была ничьей колонии. В Таиланде есть 13 официально признанных способов улыбаться. Рубрику представляет туристическое агентство «Вокруг света». Это профессиональная команда, которой можно доверять. Уже огромное количество туристов смогли исполнить свои мечты и посетить самые отдаленные уголки мира. Присоединяйтесь и вы. Безусловно, стоимость путевки в Тайское королевство больше, чем, допустим, в Египет или Турцию. Однако цены в Таиланде, в отличие от многих курорков, поражают многих туристов. Проживание, развлечения, экскурсии, питание стоят гораздо дешевле. Поэтому, собираясь в поездку, нет смысла набивать чемоданы одежды и путешествуйте налегке. Одежду местного производства можно купить за гроши. Не забудьте про сувениры. Тайцы очень искусны в разного рода поделках, ручной работой. Из мыла вырезают цветы, из бамбука плетут мебель. Дерево и камень, металл и глина – все, что лежит под ногами и попадает тайцам в руки, превращается в искусный сувенир. Разве это гончарное дело. Из глины получаются различные фигурки с тонкой отделкой, например, слоны. А что они вырезают из дерева? Причем зачастую сложные изделия из цельного куска без отдельных фрагментов, например, стол и стулья. Изделия из натурального шелка затмят модельные образцы дизайнеров. Бумажник из кожи, игуаны, сумки, сапоги – все может стать оригинальным украшением гардероба. Если разбираетесь в различных кремах и бальзамах, возьмите себе на здоровье. Прямо на улицах продается жемчуг, очень дешево. Издержек накруточных нет. Наловили – продали. Известен Тай своим холодным оружием. Мастерские выкованные клинки порадуют любого взыскательного коллекционера. Изрядный туристический стаж и заслуженное реноме самого популярного направления Юго-Восточной Азии дают о себе знамя. Практически все, что в Таиланде можно сделать или показать туристам за деньги, там делается и показывается. От секс-туров и круглосуточного веселья в местных барах и дискотеках до дайвинга на островах и поисков просветления в древних храмах. Маленькая, действительно сказочная страна, которую ежегодно посещает бесчисленное количество туристов со всего земного шара. Территория этой страны едва превышает штат Калифорнии. Но именно Таиланд вобрал в себя бесконечные пляжи с белоснежным песком, острова, поражающие воображение своей утопии в зеленом царстве растений, ароматную тайландскую пухню, впитавшую в себя красоту и силу здешних мест. А непревзойденный тайландский массаж вылечит кого угодно. Плюс ко всему культура и достопримечательности. Словом, сказка распахнула двери. Не откладывайте покупку тура на потом. В турагентстве «Вокруг света» вам подберут оптимальный вариант по цене и качеству. Обращайтесь по адресу улица Красноармейская, 154А, телефоны 308 800 309 900. Ну а в следующей программе поговорим о самых интересных достопримечательностях Таиланда. До встречи, 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 до встречи. Одежда ведущим предоставлена новым магазином «Оджи», проспект Ленина, 23.